Нам нужно больше солдат, нам нужно больше офицеров, но не просто солдат и офицеров, а, прежде всего, тех, кто послужил, кто имеет военно-учетную специальность. Да, мы сегодня часто приходится отвечать на вопрос, а если не факит? Если кто-то думает, что в России начнется такой мобилиционный чёс, то он очень или глупый человек, или не понимаешь, в чём суть вопроса. Здесь сегодня мы идём на поиск истинных, кто кого победит. Государственники, люди, граждане Великой России или либеростням. Отступать некуда, мы убёрлись. Я понял только одно, что личного состава вооружённых сил Российской Федерации на поле боя сегодня не хватает. Потому что, когда мы отступили от Балаприи, Изюма, Волновахи, Кубинска, там ведь наши открытые исторщики говорили, что там на одного русского припадало 8 украинцев. Вот такое было соотношение во время той атаки. Потому мы, в общем-то, издали эти рубежи, откатились назад, сейчас зубами упёрлись, но факт остаётся фактом. Соотношение в личном составе было очень серьёзно, непропорционально. Мобилизация – это один из ходов, который бы сказал так, руководство России и Минобороны, который направлен на решение этой проблемы. Нам нужно больше солдат, нам нужно больше офицеров, но не просто солдат-офицеров, а, прежде всего, тех, кто послужил, кто имеет военно-учётную специальность, а ещё лучше, если он повоевал, где-то имеет боевой опыт. Вот так я вижу ответ, мой ответ на ваш вопрос. — Но ведь надо понимать, что это же не та история, как была в 41-м году, когда, грубо говоря, военкомат-фронт должно пройти какое-то в любом случае обучение. Да, об этом говорил и Владимир Путин. Потом неизбежно слаживание. То есть это время. Даже и сама мобилизация в один день не происходит. То есть, моментно восполнить вот тот недостаток личного состава всё равно так быстро не получится. Я отвечу на ваш вопрос даже больше, чем кому-либо. Значит, вот это слово «мобилизация», оно уже давно работает в России, ещё несколько месяцев назад. Скрытая мобилизация началась ещё месяца 3-4 назад. Что такое скрытая мобилизация? Это, прежде всего, создание добровольческих отрядов во всех областях, краях, республиках России, куда, в общем-то, принимались на службу люди с профессиональным военным опытом. Эти отряды не просто так вот приходили в военкомат, потом отправил замчасть, они уже несколько месяцев готовятся на наших полигонах. Да эти отряды достаточно внушительные. Есть тысячи человек, есть 1500 человек. Так что вы правильно говорите. Мы не будем поступать по-украински. Когда пацанёнка выдернули со студенческой скамьи, отроили в лес под Тернополь, там ему в зубы дали автомат, а потом сказали «вперёд, пошёл он и давай на Донецк». Откуда его уже через два дня мамки привезли в мешке для трупов? Мы так не делаем. Мы уже давно занимаемся мобилизацией. Сегодня президент официально объявил об этой мобилизации. Да, мы сегодня, мне часто приходится отключать на вопрос, а если не хватит? А если не хватит 300 тысяч? Объявим вторую мобилизацию и третью, четвёртую. А что там Зеленский делал? Вы помните, у него армия была 252 тысячи человек. Сколько мы сегодня имеем там по сусекам на скрёп? Около 700 тысяч. Следовательно, я не исключаю, что это, в общем-то, у нас пока пробный шаг. Это нужно нам для выравнивания фронта, для того, чтобы упереться, перегруппироваться и начинать новые боевые действия уже, скажем так, на новом уровне. Теперь по мобилизациям. Если кто-то думает, что в России начнётся такой мобилизационный чёс, то он очень или глупый человек, или не понимаешь, в чём суть вопроса. Только профессионалы. Ещё раз повторяю, только профессионалы. Кто такие профессионалы? Это, прежде всего, молодые люди, которые, может быть, уже служили по контракту 3, 4, 5 лет, но при каких-то обстоятельствах оказались на гражданке. Ну, бывает же так, что не пошла служба, но это мастер, это человек, который знает свою технику на зубок. Итак, солдаты и сержанты контрактники, которые по воле судьбы оказались за пределами армии, но они остались в разряде, у нас называется, обученный резерв. Есть у нас такие законы, это обученный резерв. Они, прежде всего они. Потом идут младшие резервы, лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, ну, а дальше уже офицеры старшие, офицеры от майора до полковника. И мы не будем просто так вот набирать. Пришли люди военковат, а ты подходишь, по здоровью подходишь, в УСС нет. Генеральный штаб спустил чёткую директиву во все военкоматы, где чётко расписано даже должность человека, на который контрактник, безусловно, прежде всего контрактник, или который послужил немало в армии, естественно, он тоже контрактник, на чётко определённую должность. Сержант – командир танка, сержант – командир орудия, капитан – командир батареи, майор – командир дивизиона. Всё делается точечно для того, чтобы не превратить эту мобилизацию в бардак. Она не будет делаться два-три дня. Это очень длительный процесс, трудоёмкий, его надо очень умно построить. Чем мы сейчас и занимаемся. Ну, вы же понимаете, что для гражданского уха слово «мобилизация» звучит, ну, несколько пугающе, поэтому и возникают такие вопросы. Безусловно, да. Давайте здесь говорить прямо. О самом ходе военных действий, что можете сказать? Сейчас ситуативно преимущество живой силы, так или иначе, на стороне противника. Я уверен, особенно ввиду того, что сейчас идёт погодковка к референдумам, и вооружённые силы, так или иначе, будут задействованы в обеспечении безопасности, постараются эту ситуацию использовать. У нас, кроме вооружённых сил, есть ещё порядка шести-семи силовых ведомств, где сила и федеральным законам предусмотрена военная служба. Так что не только армия будет заниматься обеспечением безопасности этих выборов. Но я бы хотел всё-таки вернуться к тому вопросу, который вы мне попытались задать. Как реагирует российское общество? Я всё время люблю сравнивать одну такую неприятную, может быть, неприглядную вещь, но я скажу прямо. В России, как в любом государстве, и в Белоруссии тоже, в обществе, есть такое явление, как прямая кишка, где собираются, в общем-то, вонючие отходы общества. Да, в России это есть, в Белоруссии мы тоже знаем, это есть. Без этого не обойтись. Это вам не тоталитарное общество периода 1941 года, где бы кто-то только, кто бы только пикнул о том, что зачем нужна мобилизация, его бы сегодня отвезли вечером на чёрном воронке, а после завтра он бы гнил на Будовском полигоне. Вы видите, демократия нас привела к тому, что государственные решения, принимающиеся на самом высоком уровне, а не побежать в дискуссии. А зачем это нужна мобилизация? А зачем мы вообще воюем с Украиной? А зачем мы дерёмся с братским народом? Более того, уже обещают митинг, демонстрацию, я вам должен это прямо сказать. И мы должны с вами правду говорить, иначе мы никогда не победим противостояние со своими оппонентами. Да, такое явление в России есть. Я внимательно давно слежу за почти что родной мне Белоруссией, и вижу, что тоже некоторые государственные решения на самом высоком уровне сразу начинаются попадать на грязные жернова белорусской оппозиции, которые начинают хаять батька Лукашенко, и постановления правительства, и решения Министерства обороны. Здесь сегодня мы идём на поиск истин. Кто кого победит? Государственники, люди, граждане Великой России, или либеросня вонючая, которая ничего не нравится из того, что делает власть, что делает президент, что делает Министерство обороны, что делает Генеральный штат. Это объективная данность. И нам здесь, в России, с этим придётся жить неизбежно. Неизбежно. Вы посмотрите в благосферу. Она же ведь загажена критикой решения президента о мобилизации. Как здесь быть? Противостоят со стороны тех людей, которые занимают государственную позицию. Это сегодня не шуточка. Мы можем с вами сколько угодно сегодня обсуждать. А почему так получилось? Почему мы поздно начали операцию? Решение принято, и его надо выполнять. Иначе мы превратимся в базовую махновскую банду. Такого не может быть. И такого в России не будет. Главное, чтобы, знаете, и государственные деятели всё-таки реагировали более чётко, потому как... Так не бывает. Потому что ряд государственных деятелей держат миллиарды за рубежом. У них там учатся дети. Они, наоборот, расстроены тем, что специальная операция лишила их комфортной жизни. Лишила их бабла. Вы понимаете, в чём дело? У нас и такое есть. Я вам прямо это по-официальски говорю. У нас же ставится вопрос. Вот простой крестьянин сегодня мне звонит из деревни в Тулы. Говорит, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот армии не хватает коптеров, не хватает связи, бронежилетов, касок. Скажите, хотя бы один русский олигарх парочку миллиардов выделил на то, чтобы армию российскую оснастить? А, я звоню в Донецкую республику, звоню в Луганск. Говорит, Виктор Николаевич, странное явление. Да, набирается 10-12 человек из русских олигархов, которые просят серьезно, вот вам деньги, вот вам накупили, но, ради бога, не называйте наши фамилии. Опа, вы поняли меня. Ну, а теперь о возможных изменениях в характере военных действий в связи с этой мобилизацией. Какой вы ожидаете? Уже понятно, что она будет. Зимняя кампания. И, вероятнее всего, и весенняя кампания продолжится. Еще одна может быть зимнее. Еще одна весенняя. Я, когда у меня спрашивают, как я видел, я все равно подчеркиваю, посмотрите, это мое личное видение. Вы мне спрашиваете, каковы перспективы. Можно я выскажу свои содержания? Да. Итак, мы сегодня имеем, по сути, два фронта. Один северный Харкерский, другой южный Теккерсон. Вы знаете, да? Именно там сегодня идут наиболее яростные бои. После того, как мы откатились из Изюма, Балаклея, Волноваги, Купинска, мы откатились и уперлись рогом. Отступать некуда. Мы уперлись. Я, враг, мы знаем, наращивает усилия. Он поймал хайп. Он хочет вообще прокатиться такой вражьей волной. Аж до Славянска, до Краматорска. А некоторые украинские генералы говорят, да нам бы вообще-то и там Донецк надо взять. Это одна сторона вопроса. Вот здесь и сентябрь, остатки сентября, я думаю, в октябре, вот здесь будут очень серьезные телодвижения. Мы, конечно, туда подбрасываем резервы и людские, и вооруженческие, и так далее. Это наш Северный фронт. Что касается на юге, то тут враг все еще не оставил желания захватить Херсон, захватить полностью Запорожье. И он звереет тем больше, а уж сегодняшнего дня, извините, он вообще уже все берега теряет, потому что Северный фронт приказал ни в коем случае не дать возможности провести те референдумы, которых сообщил Путин. Мы к этому готовы. Мы знаем, что нам придется пройти большой и жертвенный путь. Мы понимаем, что это опасно. Но мы его все равно пройдем. Я думаю, что работы у нас много. Я осторожно, осторожно говорю. Минимум, я же не знаю, как дальше там себя поведет НАТО. Минимум нам тут еще работа на год. Но тут же опять возрывает вопрос, а когда же закончится операция? Какие планы? Уважаемые товарищи, братья белорусы, Мы не знаем, а бросит ли НАТО американскую армию на территорию Украины. Пошлют ли туда войска Польши, которые копытом бьет, Германия, Франция. Это же может серьезно изменить поле боя. Вы понимаете, да? Почему сегодня Путин вдруг из-за года не друг, а Резону заговорил, что если будет вот такая катавасия, когда наши территориальные интересы будут учтены, когда нам грозит суверенитетом, тогда нам придется достать из своих ножен ядерный меч. Ну, я не буду говорить, что с арматами, ярцами, тополями. Мы будем сразу бить по Вашингтону, по Берлину, по Варшаю. У нас есть более интеллигентное оружие, тактическое ядерное оружие. И тут я вам хочу сказать, братья Беларуси, об одной чрезвычайно важной вещи. У нас есть ядерная доктрина. Еще полтора года назад право на применение ядерного оружия было зафиксировано лишь в одном случае, когда на нас западают, когда наши средства предупреждения ракетного пропадения четко показывают, что эта ракета идет на Москву, это на Питер, это на Хабаровск и так далее. Мы тогда делаем ответ на встречный рейд. Вы поняли, это было записано еще. А сейчас появилось новое положение, которое, кстати, касается и братьев Беларуси. Какое положение? Если даже с помощью обычных вооружений противник будет украшать нашей территориальной целости и суверенитета, а дальше вам, Беларуси, а равно и наших союзников, повторяю, а равно и наших союзников, мы оставляем за собой право на применение ядерного оружия, прежде всего тактического. Так что вот так бы я ответил на ваш вопрос. Мы готовы ко всем обстоятельствам. И Путин об этом мне достаточно предупредил. Спасибо вам большое, Виктор Николаевич, за ваши оценки. Продолжение следует...